Младенец выглядит немного смешным, немного страшненьким, но только первые 50 секунд. Затем вы влюбитесь в него всем сердцем, и, конечно, ваш малыш будет самым симпатичным в детском роддоме. Первые несколько дней ваш ребенок не будет походить на бутузов из рекламы в журналах для родителей. Кожа новорожденного красного цвета, лепетнистая, в морщинках, иногда покрыта тонкими волосиками, пушком или ланугой и сыровидной смазкой, которую чаще смывают, не некоторые родители дожидаются ее полного впитывания в кожу. Если роды естественные, вагинальные, то головка может быть деформирована с опухолью и кровоизлияниями. Все это пройдет достаточно быстро. Первый стул может удивить вас. Это миконий, липкое, зеленовато-черное вещество без кишечных бактерий. Образуется из заглатываемых ребенком околоплодных вод во время беременности. Легче оттирается промасленными салфетками. Его кожа может слезть. На второй-третий день жизни ребенка вы можете заметить, что его кожа сильно шелушится и отслаивается. Это реакция на сухой воздух и жизнь вне утробы. Стул может быть не каждый день. У новорожденного стол может быть как 7 раз в день, так и 1 раз в 7 дней. Это совершенно нормально. При дефекации малыш может беспокоиться, тужиться. Это не означает, что у него запор. Следите за тем, чтобы малыш прибавлял в весе, часто мочил подгузник более 10 раз в сутки. Ребенок будет голодным примерно каждые 1,5-3 часа. В первые месяцы жизни нельзя давать ему более калорийную пищу, чем грудное молоко или смесь, чтобы увеличить эти промежутки. Он не будет спать всю ночь. Да, ваш ребенок будет много спать, но он будет также часто просыпаться. В первые месяцы жизни промежутки между кормлениями ночью в среднем не длиннее, чем днем. Он не видит далеко. В первые несколько недель жизни ребенок может сосредоточиться только на объектах 20-30 см перед ним. Это соответствует расстоянию между вашим лицом и во время кормления и способствует вашему единению, упрочнению связи мама-малыш. Для наведения зрения в кроватке родители вывешивают черно-белые игрушки, картинки, шахматные доски и мобили. У цветных игрушек дорогих мобилей есть черно-белые элементы. Вам не нужно купать малыша каждый день. Достаточно один-два раза в неделю делать гигиеническую ванну. Для ежедневного ухода достаточно отбирать ребенка ватой или салфеткой с кипяченой водой 37 градусов. Для каждой части тела используйте новый кусочек ваты. Используйте средства для купания, свободные от отдушек, консервантов, нефтепродуктов, чтобы не раздражать тонкую ранимую кожу малыша. Не все средства с маркировкой «Нуэль плюс» могут подойти. Стиральный порошок не должен содержать фосфаты, разрешенные в нашей стране, но не за границей. Ребенок довольно шумный. Для такого маленького существа ребенок производит много шума. Кроме плача малыш кряхтит, фыркает, сопит, часто чихает. Носовые проходы новорожденного, плохо развитые, узкие, часто перекрываются слизью. Для очистки носика используются сливые капли или специальные аэрозоли-спреи для младенцев. Также пригождается аспиратор носовой слизи или соплетсос. Он бывает механический и электрический. Малыш будет много плакать. Плач – это единственный способ общения ребенка с вами. Поэтому стоит ожидать много плача. Сначала это будет немного подавлять, а затем вы приспособитесь друг к другу. Настанет миг, и малыш будет общаться с вами улыбками. Ребенок плачет от голода, перегрева, переохлаждения, усталости, одиночества и много другого. Со временем вы научитесь отличать каждый вид плача методом проб и ошибок. У ребенка могут быть припухшие гениталии, увеличение груди, кровенистое выделение у девочек. Это действие материнских гормонов. Оно скоро закончится. Вы также можете не сразу полюбить его. После девяти долгих месяцев беременности вы ожидаете, что момент, когда вы впервые увидите малыша, наполнит вас мгновенной всепоглощающей любовью. У некоторых мам этого не происходит. Это совершенно нормально. Единение может занять некоторое время. А также, как беременность и роды, эта связь различна для каждой мамы. Если у вас негативные чувства к вашему ребенку, обязательно поговорите с врачом, чтобы исключить послеродовую депрессию. Цвет его глаз изменится. Все дети рождаются с темно-синими глазами. Цвет их постепенно меняется. Цвет глаз зависит от количества меланина в радужной оболочке глаза. Наиболее резко изменяется цвет глаз возраста от 6 до 9 месяцев. В этот период можно предположить их окончательный цвет. Первые 6 недель у всех одинаковы. Новорожденные спят, беспокоятся, плачут, кушают и так по кругу. А вот после 6-недельного возраста ребенок просыпается. Появляется воркование, бульканье, гуление и больше двигательной активности. Ребенок улыбается вам. Он растет слишком быстро. Хотя этот период жизни один из самых трудных у некоторых родителей. Он проходит слишком быстро, так что наслаждайтесь каждой прожитой минутой.